Доброе, красивое утро. Я купила эти пионы, меня вдохновила Инночка, в инстаграм увидела, и захотела, мимо проезжала у нас в селе, видела пионы и купила. И это была мне награда за то, что я полня провела на СТО. А какие у вас любимые цветы? Я раньше любила розы, банально так. Сейчас люблю полевые или вот такие вот, как пионы. Те, которые долго стоят. Или такие большие букеты с разными-разными цветами. Вчера была на процедуре для волос, и не могу нарадоваться. Мне сделали, получается, в одной процедуре, было две процедуры, то есть совместили два продукта в одну процедуру. У меня с волосами какая-то такая штука происходит, и раньше я эту процедуру делала. А потом как-то перестала делать, потому что переехали в этот дом. Салон, где я делала, находится в Голосейском. Мне далеко, я перестала ездить. И тут понимаю, что, наверное, надо возвращать поездки в салон из-за вот этой процедуры. Я настолько в восторге. Я сейчас сделала пост в Инстаграм. Посмотрите. Я вам ставлю сейчас кусочек видео, какие они были, когда я пришла в салон, и какие они стали сейчас. Идет питание. В общем, восстановили структуру, напитали, увлажнили. И через три недели, через месяц надо будет повторить. Ну, у каждого по разу, кому-то через две недели. Вот. Но мне кажется, та жопа, которая у меня была с волосами, это просто нереально. Это еще, во-первых, были стрессы. Плюс здесь вода. Она с большим количеством железа. Стоит фильтр. Но он, по-моему, не помогает. Потому что, когда мы переехали, у Ники начали сыпаться волосы. У меня и у мамы. То есть, все, кто моет голову здесь, у всех одна и та же ситуация. Вот. Но мне перестали сыпаться. У меня просто начали обламываться. Но мы тоже выяснили причину, почему обламываются. Обломались они после того, как я сделала себе накрутку. Тоже попробую найти и ставить фотографию. Такой барашек. И видно, мне как бы пережгли. На следующий день я мою голову и не узнаю. Во-первых, длина сразу ушла. Они пообломались. И начали стечься. Поэтому, девочки, поаккуратнее с плойками. Сейчас пью кофе. И хочу сделать такой мини-обзорчик на подарки. Вчера приехал с командировки. Молодой человек привез подарки. В инстаграме я спросила у девчонок. Ну, просто как. Так, я сфотографировала подарки и просто написала подарки. И все. Девочки начали мне писать о том, что такая распаковка. Давай распаковку. Я не планировала. Если честно, слегка застеснялась. Потому что, ладно, там покупки как-то. А подарки как-то, ну, чуть-чуть сомневалась. Вот. И спросила, ну, где делать. Большая, конечно, часть написала, что в инстаграме. Но были девочки, которые попросили и ютюб. Поэтому в инстаграме показала чуть-чуть. А вот в ютюбе, я думаю, что надо показать чуть-чуть. Ну, все-таки ютюб это такая штука для распаковок. Самое, наверное, оно. Вот. Поэтому покажу и покажу как. Не просто там типа похвастаться. Нет. Для того, чтобы взять на заметку некоторые вещи. Потому что, на самом деле, много подарков очень полезных. Для сада полезных, для дома. Ну, и, конечно, просто приятные как бы вещи. Как бы, знаете, психология. Я сейчас вам покажу, что именно. И вы поймете, о чем я говорю. Я показывала бытовые такие подарки. А потом в конце уже показала. Говорю, чтобы я не чувствовала себя дома господаркой. То есть, домработницей. С подарками вот такими вот, да. Вот. С такими. То, конечно же, почувствовать себя девушкой можно. С парфюмом. Это приятно. Кстати, аромат очень хороший. Я люблю Шанель. И к лету самое оно. Вот. Что я... Вы видели в предыдущем влоге, да. Я одолжила у Анют. Анюта мне написала. Говорит, Аня, ты мучаешься с окнами? Приедь, возьми у меня. Попробуй вдруг, типа, отмоешь окна. Ну, я же вы видели в предыдущем влоге. Я все это пробовала, пыталась, отмывала. И, в принципе, очень крутая штука. Я вам говорила, что восхищалась. Когда мне молодой человек позвонил вечером, а я мыла в доме полы, он говорит, так завтра помашь. Я говорю, не могу, мне надо вернуть. Вот. И он говорит, понятно. И вот привез, говорит, чтобы ты ни у кого ничего не одолжила. И чтобы в доме было, тебе было легче. Видите? Можно и мыть все на свете. И это безумно-безумно радует. Куча насадок. Ура, ура, ура. Такая классная вещь. Хозяйственный парень привез порошок и ополаскиватель. И также к подружке вот этой я не просила, я не говорила, просто мысли прочитала. Я очень хотела вот такой вот черный душ. Мне очень нравится, когда черный душ и черный кран. Ну и вот мысли прочитала. И здесь смеситель черного цвета. Он очень тяжелый. Вот. И будет красота. Я уже очень-очень хочу. Вода в доме есть. Осталось просто насос купить, поставить, прокачать. И в принципе купить еще этот, как называется, бойлер на 100 литров, наверное. Ну, чтобы на все хотели. Потому что здесь стоит на 50, нам хватает на двоих искупаться. Ну, вот, например, я и Ника. Потом надо чуть-чуть подождать, наверное, на 15. Так. Но он очень много жрет электроэнергии, поэтому не хочется ставить на 200. Дальше. Так, вот эти вещи, наверное, я вам покажу уже на кровати. Вот. Такая классная вещь. Это, я говорю, я посадила сад. Ну и показывала, рассказывала по видеосвязи. Привез мне вот такую машинку. Рассказала. Говорит, это как бы для того, чтобы ты могла, если захочешь, стричь кусты, деревья и придавать им форму. И это очень круто. На самом деле, это прям очень здорово. Я, правда, не умею стричь на самом деле, но мне очень хочется. Потому что я, вы знаете, да, я разговариваю с растениями. И я прям провожу с ними время, поэтому для меня эти вещи, ну как бы, очень важны. Я не знаю, получится мне или нет. Если у вас такая похожая вещь есть, расскажите, как бы, вы сами это делаете или нанимаете людей, которые стригут. В принципе, можно нанять. И у нас, как бы, в селе есть люди, писали объявления, что есть. Но я бы хотела сама, честно. И это еще не все. Вот такие вот ножницы для того, чтобы тоже подстригать кусты и деревья. Лопатки. У меня такая есть лопатка, но не такая. Вот, блин, совсем другое качество. Здесь она тяжелая. Прям чувствуется металл. И мягкая, такая прям, как прорезиненная ручка. Вот. Классно. Остальная жидкость для того, чтобы мыть окна. Вот. Добавляете эту жидкость в ведро воды и мыете. Перенесла все на кровать, так удобней. Начну с кроссовок. Это Ники кроссовки. Это уже вторые кроссовки от М. Для нее эти беленькие. А ранее она получила в подарок такие зеленые. Очень классные. Такие красивые. Зимой. Вот. Она очень их любит. И вы не поверите. Вот. Удивительно, да? У нее много разной обуви. Но ухаживает. Прям вот протирает. Ставит. Вот. Прям только за теми кроссовками, которые он подарил. Это удивительный ребенок. Они белого цвета. И мне безумно нравятся. Я говорю, я тоже такие хотела бы. Но мне другие. Сейчас покажу свои. Прикольные. Летние. Вот. Потому что она бегает. Ну, он говорит, будет типа бегать по утрам, типа в них. Я говорю, нет. В них она точно бегать не будет, зная ее. Говорю, главное, чтобы она их в сервант не поставила. Как те. Классные. Ну, ники белая, это, конечно, не знаю. Посмотрим. Говорит она, что они хорошо стираются. Забросишь в машинку и постираешь. Вот. А это мне. Тоже лейтные. Тоже красавчики. Класс. Я люблю кроссовки. Я и вообще раньше, ну, если вы меня давно смотрите, в принципе, у меня больше обуви на каблуке. А последние, наверное, три года, ну, после того, как родился Димит, наверное, я очень полюбила кроссовки. Во-первых, модно. А во-вторых, их же можно надевать под все, что угодно. Вообще. И красиво и удобно. Ну, вот реально. А раньше я спорилась с теми, кто говорил, что кроссовки это самая лучшая типа обувь. Я говорила, да нет, ну как, каблук. Каблук классно, но на повседневку, конечно же, только кроссовки. Девочки, по поводу кроссовок. Чтобы это не была просто распаковка, а чтобы можно было, если что-то понравилось найти, то можно всю эту обувь найти на сайте. Потому что покупал через интернет. Вот. И она, по-моему, там идет со скидкой. Это радует. Худи. Худи из магазина. Сейчас я вам скажу. Давай, давай, давай. H&D. Размер XS. Вот. И она ярко-ярко-желтого цвета. Прям такой цыпленок-цыпленок. Она на флисе. Вот. И сейчас как раз в эту погоду у нас очень холодно. Минус... Ой, минус. У нас плюс 11. Идет дождь уже неделю. Поэтому... Поэтому я сегодня ее надену. Вот. Прикольная. Я хотела что-то такое именно объемное и яркое. Получила. Здорово. Так, Демкина курточка. Это... Это, по-моему, тоже H&D, да? По-моему. Так, фокусируйся. Демкина. Да, H&D. Вот. Она идет вот как джинсовка. Здесь хлопок. Капюшон тепленький. Вот. Размер здесь на 7-8 лет. Демид, наверное, как и каждый мальчик, помешан на супергероев. Поэтому супергерои у нас кругом. И спим мы тоже супергероями. Ночью мы тоже супергерои. Поэтому будет супермена. Здесь хлопок. Это легкая пижама. Вот. И такие вот шортики. Так, размер. Сейчас я вам скажу. Размер. Тут размера нет. А, нет, есть. Вот. 8. 8. 6-8 лет. Дальше. И Бэтмен. Тоже хлопок. И тоже шортики. Вот радость это будет. Ой, сколько будет радости. Для меня это самая оптимальная обувь. Самая-самая. Во-первых, он очень быстро убивает обувь. Ну, дети, мальчишки, тем более, лазят кругом и везде. Но мне очень нравятся белые вот такие вот макосины. Почему? Потому что они подходят под все. Полностью под все. От спортивного до классики. Поэтому я безумно довольна. 30-й размер. А, класс. Это мне шортики. Вот. Сбросил мне несколько цветов. Я выбрала серые. И по вайберу сбросил фотографию кроссовок. Я тоже выбрала вот эти. Они мне очень понравились. Такие прикольные. Они, конечно, тяжеловатые. Такие. Размер 38. На меня самое оно. Хотя, например, эти 38 оно. А эти 38 слегка маловаты. Поэтому девочки чуть-чуть маломерят. Если вдруг, то берите, там есть полуразмеры. То есть 38, например, и 5. Вот. Поэтому имейте в виду. А это вот прямо очень хорошо. Класс. Довольно. Ну, а тут разные сладости. Много любят желейных мисек. Вот. Есть милка. Перетвора очень любят милка. И парфюм. Есть как туалетная вода, а есть парфюм. Парфюм, конечно, больше нравится. И здесь парфюм. Поэтому прямо вообще довольно счастливая. Все девчонки любят подарки. Я не исключение. Вот такая вот распаковочка. Но это еще не все из подарков. Та-дам. А у меня здесь туи. Вот сколько туи. Мы их посадим. Вот там понадобится пара. Они маленькие, но пусть растут. Потому что те я посадила большие. Мне надо от соседей было спрятаться. А эти маленькие пусть подрастают. Это ж надо было через границы перевезти. Столько туи. Вообще. Надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шесть, шесть, семнадцать, восемнадцать. Красота. Сейчас я пью кофе. Загружаю видео на канал. И хочу показать вам, вчера сделала маникюр, цвет. До этого был красный, черный, да, стандартный, да, белый и такой как бы розовенький. Вот. И чего-то мне захотелось такого необычного. Не понимала, что я хочу. Увидела вот такой вот серенький. И вы знаете, девочки, прям очень-очень стильно смотрится. Вот. Вы мне напишите, у кого какие предпочтения по цветам. И вы знаете, я чуть поменяла, как бы, ну, не то, что прям форму. У меня форма всю жизнь была, наверное, лет десять квадратная. И последние два года я делаю такой как овал, медалевидную форму. И они были длинные. А сейчас, так как я копалась в огороде все время, ну, сад, да, то мне как бы, ну, пару раз чуть не обломала, было больно. Я сделала их покороче. Вы знаете, мне так нравится, вот прям, эта длина самая, оно. Напишите свои любимые оттенки и форма, длина, какая больше нравится. И, кстати, смотрите мои видео в предыдущей влоге, кто не видит. Распаковки продолжаются. Девочки, заказала через интернет постельное белье. В фейсбуке видела и в инстаграм, просто как реклама. Нажала, посмотрела, заказала. И заказывала через новую почту наложенный платеж для того, чтобы пощупать материал. И если нормальный, то забрать. Вот этот вот стоит дешевле, чем вот этот вот. Они вроде бы с виду одинаковые, сейчас вам покажу. Но все-таки разница в качестве есть. Я этот стоил, по-моему, 800 гривен. Вот. Беленький. Он по качеству неплохой, но он легкий. Знаете, я люблю такую плотную ткань, хлопок. Такую прям очень плотную. Вот. Ну, тут, конечно, у меня постель другая. Сейчас покажу. Это стоило 3 в эпицентре. Ну, тут вышивка, поэтому там. Что такого? Но ткань очень плотная. Сейчас попробую найти. Вот. Такая прям. Вот такая мне нравится. Но я хотела белую. И белой в эпицентре не было. Я не стала где-то там ездить искать. Потому что карантин, кроме таких больших магазинов, типа Ашан только работает, эпицентр и метро. И все. Вот. И в метро, в принципе, я видела такую похожую. Она стоила 2 с копейками. Я думаю, попробую заказать через интернет. И вы знаете, вот это подойдет к лету, потому что такая прям легкая. Легкая. Но мне кажется, она быстро потеряет форму при стирке. Но она стоила 800 гривен. Я взяла. А вот эта стоила полторы. Но она того стоила. Здесь ткань такая прям плотная-плотная. О! По цвету совпало. Захотела серую. Почему? Я люблю серый цвет. Плюс в интерьере. Я хочу, чтобы был серый. Мне кажется, под постель яйцо мою. Вот. Поэтому все-таки я убеждаюсь. Не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Хотя я об этом знаю. Но думаю, мало ли. То есть, вроде бы, одинаковая постель. Реклама тоже почти одинаковая. Но качество разное. Вот. Поэтому та, что дороже, конечно, лучше. Вот точно такая же 2,5 стоит в метро. Через интернет полторы. У меня такая была. И, вы знаете, стирала, 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 стирала. И качество вообще, ну, как бы, через много-много-много стирок только начало, естественно, ухудшаться. Вот это вот постельное белье мне очень понравилось. Я не смогу, наверное, найти и оставить ссылку. Но имейте в виду, что, в принципе, если вдруг будете видеть и вам надо рекламу, то погуляйте по сайту и заказывайте всегда на ложкой, чтобы можно было открыть, пощупать ткань и, как бы, не покупать кота в мешке. Ну, и, надеюсь, эта информация, как бы, полезна. Не надо. Я снимала маминой тройки. Не надо. Я не лутая. Не такая. В общем-то, у меня не надо, по-мамому. Ну, все, вещи уезжают. Главное, Олю принять. Это да. Да, я снимаю тебя. А это то, что Оля привезла. Мне интересно, куда она все это денет? Маленький домик это не поместится. А у меня уже нервный тик. Я приехала забирать свои лапки. Тридцать одна. Но мне еще будут делать. Я заказала пятьдесят штук. Вот. Хорошенький. Главное, чтобы в машину сейчас влезли. И еще я купила агроволокно для того, чтобы спрятать от сорняка туечки и вообще свои растения. А, и вот. Класс. Обожаю пиона. Смотрите, как жопа просела в машине. Ребята говорят, как жопа в машину. Я говорю, анатолия машина. Столько их тут. Это тридцать одна штука, мне еще надо двадцать шесть. Багажник. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Что такое, а ну-ка. Обалдеть. О, Боже, я пошла, короче. Смотрите, как уже зелена. Прям вообще. А тут, кстати, продукты купила. И еще купила, знаешь что? Продукты. Агроволокно черное. Потому что вот здесь вот надо будет постелить и король засыпать. Потому что все принялось. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Это в морозилку. Я пошла. Ну, тихо. Ну, что? И смотри, что я еще купила. Что это? Это для большого. Ну что, ребята, на улице идет ливень. А я в поисках матраса. В инстаграме девочки мне очень здорово помогли. Потому что начали писать, какие матрасы у них. Я спросила, какой лучше, пружинный или беспружинный. Вот. И мы ездили с молодым человеком, смотрели кровать и матрасы. И сейчас ставлю, покажу. В принципе, определились. Но думаю, дай-ка я спрошу по поводу матрасов. Кровать-то понятно. Вообще хотели 2х2 кровать. Но это не стандарт. И она стоит в 2 раза дороже. Просто 20 см добавить. Ну, ладно, кровать, окей, хорошо. Но матрас. Добавить 20 см матраса. Цена реально в 2 раза. Ну, как так? Вот. Поэтому решили взять стандартную 1,80 м на 2. И вот сейчас, как бы, я еще смотрю. Смотрю разные кровати. Не хочется платить за кровать. Очень сильно дорого. Вот. Потому что есть и по 30 тысяч, которые нравятся. Но я считаю, что можно найти дешевле. А вот матрас надо выбрать. Потому что на нем спать. Такое, чтобы прям хорошо-хорошо было. Вот. И в следующем влоге у меня девочки попросили, чтобы я рассказала по поводу вентиляции в доме. Я расскажу про вентиляцию в доме. И расскажу про гардеробную тоже. У меня подписчица попросила в комментариях, чтобы я рассказала, почему именно глубина полочек такая. Ну, и так далее. То есть рассказала чуть-чуть про гардеробную. И в следующем влоге будет устанавливаться большой шкаф на 10 метров. Тоже вам покажу. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте пальчики вверх. Я же стараюсь, снимаю. Видите, у меня стабильно выходят видео. И до новых видео. Пока-пока.